Всем привет, мои хорошие! Решила сделать обзор вот таких карточек. Купила в магазине, да, это удивительно, но дело в том, что они там были 149 рублей на какой-то акции. Я вообще удивлена, что там есть однообразные пособия, но вот и китайский язык оказался. Меня младший учит китайский, то я решила купить. Материал, на самом деле, для китайского языка очень мало. Подобные карточки я нашла на Wildberries за 200 рублей. Ну, в общем, такая цена, поэтому я сначала купила две. Думаю, посмотрю, есть ли онлайн что-то подобное. Когда увидела, что я экономлю на, если куплю все остальные, то я обрадовалась. Снимаю я это видео не только для того, чтобы я сейчас вам покажу все карточки, которые входят в эту серию и как они выглядят. Но у меня еще вторая цель. Пособий очень мало по-китайскому. И для тех зрителей, которые вместе со мной увлечены вот этим делом, да, китайским языком, вынуждены, потому что учат его, и сейчас он набирает популярность, я бы попросила под этим видео оставить мне ссылки на материалы, которые вы покупаете. Где вы покупаете? Какие-то детские книги, какие-то пособия. В общем, давайте друг с другом делиться всем, чем есть. и я вот делюсь, что у меня есть. Первый набор окружающий мир. Вот смотрим, как выполнены карточки. На одной стороне рисунок. Рисунок адаптирован под картинку, адаптирован иероглиф, да, то есть, видите, капельки даже. И на другой стороне, на глянцевой поверхности, поэтому, мне кажется, много разово можно использовать. Идёт, чтобы можно было пописать этот иероглиф и на русском, и английском, и как он читается, да, чтобы можно его в транскрипции как бы прочитать. Хей, получается, он читается, да. То есть, всё адаптировано под русский язык. Хе, но у китайского есть тона, поэтому я не смогу китайский учить. Вот смотрим, значит, река, цветок, солнце, огонь, лес, луна, камень, дерево, гора, волна, вода, ветер, снег, дождь, гроза, море, вулкан, небо, поле, земля. Вот мой ребёнок считает, что китайский более логичный язык, поэтому он ему нравится больше, чем английский. Следующие карточки еда. Овощ, виноград, суп, картошка, огурец, чеснок, помидор, сахар, лук, яблоко, персик, яйцо, молоко, груша, лапша, фрукт, соль, сок, рис, чай. Человек. Волосы, слеза, мужчина, тело, большой, голова, женщина, мама, семья, ребёнок, папа, нос, нога, сердце, рука, маленький, глаз, ухо, рот, человек. Путешествие. Я не понимаю. Хорошо. Ресторан. Приятного аппетита. Пожалуйста. Меня зовут. Больница. Вокзал. Где находится? Банк. До свидания. Аэропорт. Сколько стоит? Простите. Нет. Спасибо. Поздравляю. Магазин. Привет. Нихау. Это я, кстати, знаю. И да. Если вы собираетесь в путешествие в Китай, я думаю, можно прям вот карточку взять, чтобы вот так показывать, если не умеешь. говорить, можно показать карточку в качестве общения. И, например, блюдо тоже купить, еду, чтобы еду заказывать, там рис, чтобы можно было заказать. Ну, как идея. Так что жду от вас ссылочки, все, кто может, как это всё приобрести. Потому что вот с английским мне так помогли, что мне присылали книги. И мы их читали. Это, конечно, большое подспорье. Вот теперь у меня вопрос с китайским называется. Кто в Китае? Подскажите, кто учителя, кто... Вот как это закупиться? И чтобы это по какой-то приемлемой цене, может быть, есть какие-то магазины китайских книг, где можно всё это приобретать. Потому что вот по английскому какой-то... Там у меня были какие-то интернет-магазины. Ну вот. Что делать дальше? Чтобы китайские... Ну, если есть такое у ребёнка увлечение, надо искать материал. И, кстати, лучшим способом к обучению... Знаете, какой показался нам? Некоторые карточки уже он знает, как всё это произносится. И он папе показывал, и папа учил китайскому. Потому что мы же не можем контролировать обучение. То есть если ты не знаешь языка, то ты не можешь помочь ребёнку. И он в качестве учителя очень хорошо осваивает. Поэтому я думаю, может быть, и мне тоже немножко подучить, чтобы знать хотя бы базовые какие-то слова. Потому что он у меня начинает выпендриваться. Спасибо, говорит по-китайски. В общем, чтобы не отставать от ребёнка. Всем пока!